Здравствуйте! Традиционные наши встречи весна. Весна пришла, ну, скажем так, с такими странными перепадами погоды. То солнце, то слякоть, снег. В общем, совершенно пока непонятные явления. И у людей тоже начинаются перепады. Мы, я не знаю, так реагируем на солнце, мы уже там устали от недостатка его. С чем связаны такие перепады? Ну, во-первых, как я неоднократно говорил, и хочу уточнить, может, поподробнее раскрыть какие-то вопросы. Всех это волнует. Этот переход, как у людей социально-биологических, он влияет на все. Вот, как и на соматическое здоровье, так и на психологическое, психическое здоровье. Вот, конечно же, у погоды нет, как бы, у природы нет плохой погоды. Да, но мы все считаем, что есть, да. Да, есть плюсы и минусы. Солнце вышло, начинает пригревать, конечно, хорошо. Выработка мелатонина положительно влияет на настроение, с одной стороны. А с другой стороны и погода меняется, да, атмосферное давление меняется. То холодно, то жарко, да, люди не понимают, во что одеваться. И такие перепады, они, конечно, влияют. Ну, даже эти мелочи влияют, да, на наше настроение? Ну, конечно. То есть, как бы мы выходим, видим вокруг, конечно же, тепло все растаяло, но слякоть, и тоже это эмоционально немножко, вот, иногда не хочется выходить. Ну, статуя нестабильность, да. Вот. И, конечно, вот такие вот погодные перепады, они влияют в основном на группу риска тех людей, кто слаблен хроническими заболеваниями, пожилых людей, кто имеет гипертонию, да, атмосферное давление колеблется, а, соответственно, тоже влияние на человека оказывает. Колебание давления, и тут какое настроение, да, какое тут будет настроение, когда давление высокое. Ну, это вот, к примеру, обостряются хронические заболевания на фоне авиатаминоза, также. А вот, ну, и постепенно человек из зимней спячки, он переходит на весенний, и этот промежуток, вот, он как раз и дает свое влияние и на психологическое состояние, на настроение. Ну, это перестройка такая, да, вот эта перестройка, и надо просто пережить, или что вообще с этим делать? Ну, во-первых... Закрыть глаза, ждать, пока все-таки все растает, придет зеленые листочки распустятся. Ну, этого, конечно, надо ждать и представлять, что скоро-скоро вот-вот будут листочки, будут цветочки, и солнышко растопит этот снег. Ну, есть ряд таких советов, да, как пережить и плавненько перейти этот этап. Вот, ну, во-первых, не перенапрягаться, потому что солнышко вышло, энергии прибавилось, казалось бы, да, но еще не накопилось, потому что зимняя спячка, вот этот вот режим, он еще пока еще остается, да. И человек вроде как почувствовал силы, берется за все, хватается за все дела, старается все сделать, там, не знаю, весенняя уборка, рассада, еще что-то. Ну, да, много дел появляется. Конечно, много всего. Опять же, пойти в спортзал, там, потянуть фигуру, скоро же лето. Конечно, надо к лету подготовиться, все, и начинают себя перенапрягать. И это чревато, конечно, переутомлением, и, конечно, настроение снижается. Иногда апатия даже появляется, то есть люди доходят до апатии, когда вроде как все переделали, должно быть удовлетворение того, что сделал, а человек приходит и не чувствует какого-то позитивного заряда, который, да, после тренажерного зала. Вот, поэтому за все сразу хвататься не стоит, тем более вот сейчас вот этот март, да, март тоже непонятный, он нестабильный. И с экологией это связано, и с климатом, и так далее. Поэтому первое, что, это избегание перенапряжения. Второе, так как у нас витаминоз, ну, соответственно, нужно витаминов побольше есть, легкоусвояемых, там, фрукты, овощи и так далее. Это обязательно пища, забота о своем, так скажем, работа, о своей работоспособности. Вот, и еще обязательно, что очень важно, что немаловажно, я, может быть, в какой-то отдельной программе уделяю этому время, это сон. Сон обязателен, не менее 7 часов, а лучше 8, это оптимально, чтобы человек подзарядился. Да, энергетически восстановился, да, плавно перейти из зимнего такого полусонного состояния в режим бодрствования, и это повышает работоспособность. Качественный сон, он всегда восстанавливает и нервную систему, восстанавливает психологически, ну, и, конечно же, заряжает на целый рабочий день. То есть, получается, организм у нас все-таки умный, да, потому что весной, ну, действительно хочется спать. Да, да, да. Действительно хочется спать, и кажется, что все это унылость, что сердце, оказывается, этот организм просто требует для своих сил, для восстановления. Конечно. Спать надо. И думать о том, что, ой, как-то весна, надо как-то более бодро относиться, там, пораньше вставать, да, все-таки надо спать. Конечно, конечно, надо восстанавливать, тем более вот сейчас, вот именно этот промежуток. Если, например, по времени, примерно, ну, вот с конца февраля и, ну, март нужно себя поберечь. Вот так вот, условно говоря. У всех, конечно, разные темпераменты, разные типы нервной деятельности и так далее. Вот у подростков часто бывает переменчивое настроение в этот период. Сейчас тоже вот и обучение. Ну, начинается, да, потому что все и дома, и в школе, все говорят, что скоро экзамены, неважно в каком классе, да, и поэтому вот это вот напряжение, там, к концу года ближе надо зарабатывать хорошие оценки. Это, наверное, тоже. Конечно, да. Ну, и тоже погода на подростков тоже влияет, потому что еще, тем более у детишек пубертатного периода, когда гормональный фонд еще не выстроился, нервная система только формируется. И они подвержены тоже, как и пожилые люди, у которых тоже ослаблена нервная система, ну, в силу возраста уже такого. Поэтому подростки тоже к этому подвержены. Значит, правильно питаться, высыпаться. Что еще надо делать? Ну, понятно, что как можно научить вообще себя, даже лично, позитивно смотреть на все. Вот сегодня скользко, сегодня грязно, сегодня не на этом, снег, дождь, как смотреть на все позитивно? Можно ли вообще этому научиться? Ну, без помощи специалиста, либо только с помощью проверенных кадров? Не, ну, есть простые советы. Чаще представляете, что все эти сложности, все эти неурядицы или плохое настроение, все это временно, что это закончится, и дальше будет все светлее, теплее, лучше. Можно представлять листочки, деревья, а впереди майские праздники, все, когда распустится, все будет хорошо. Можно это представлять, и порой даже не замечаешь эти лужи, думаешь, что это временно, но сейчас растает. Сейчас очень все быстро происходит. Сам настрой именно на то, что будет впереди свет, будет светлее, теплее и лучше, он уже добавляет настроение. А с утра, например, чтобы немножко взбодриться и настроение полосить, можно там контрастный душ, какие-то простые, да, можно немножко там подтянуться, да, там… Запустить организм. Да, запустить организм, метаболические процессы. И обязательно с утра нужно позавтракать, чтобы этот метаболизм тоже, чтобы ускорить вот этот вот переход и ускорить перестройку организма к новому ладу. И психологически помогает, и соматически помогает, то есть общее здоровье психологически. То есть все взаимосвязано, как человек социобиологический. Вы говорите, представлять, да, представлять, что все будет хорошо. Значит, вот та теория, то какое-то вот, ну, есть же такое модное влечение, да, когда человек рисует себе картину, либо там аппликацией занимается, то он рисует именно себе море, горы, солнце, да, какой-то там, не знаю, чемодан. То, что вот он поэт, вот. Это действительно работает? Мы представляем, начинаем в это верить и воплощать? Нет, само собой. Ну, например, не обязательно там рисовать, да, но представлять само представление, да, каждый человек по-разному у всех свои способы восприятия. Киностеты, визуалы, аудиалы, ну, это так, термины. А, у кого как работает? Кто-то просто в фантазиях, кому-то надо обязательно это запечатлеть, записать, скажем так. Чтобы посмотрел, да, а, все будет, да, вот я понял, что будет хорошо. Вот, или план какой-то составить себе уже, уже вот на теплый период, на лето даже. Это тоже начало, да, начало реализации, скажем так. Да, да, да. Но самое главное, самое главное, что вот все хорошее и положительное в плане можно изложить досконально, все вот по полочкам представить это. Можно быть представить шум моря, может быть представить шелест листвы, да, как солнце будет греть, эти ощущения. Представить это, почувствовать у кого как на что и фантазии, как на что, да. Но хочу вот добавить, что по поводу работы и распорядка дня, тут все-таки нужно выделять основные цели. Это если возвращаясь к теме о сбережении своего рабочего ритма и не перенапряжении. Вот, то есть все-таки не нужно распыляться в этот период и составить основной план, основных целей и задач. То есть выполняя их, а остальные задачи можно перенести на следующий день, если это возможно. То есть не распыляться и делать что-то основное, что-то самое важное. Беречь себя нужно. То есть не стоит все-таки, да, во-первых, легко относиться к тому, что у вас так называемая хандра или депрессия, да, это все-таки существует, это все-таки работают биологические часы, так скажем. Беречь себя, я подвожу в такой небольшой итог, беречь себя, полноценно питаться, ну, наверное, заниматься по возможности спортом, да, любить свое окружение и себя, да, и строить какие-то хорошие, замечательные планы на будущее. Ну, и не могу не сказать, что если, ну, в серьезных уже случаях обращаться, наверное, к специалистам. Ну, это уже отдельный случай. Да, это уже отдельный случай, мы говорили просто в основном для наших горожан, чтобы немножечко поднять настроение. Напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был Александр Валерьевич Соболев, заведующий психонервологическим диспансером, врач-психотерапевт, психиатр. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Пожалуйста. Всего доброго. Будьте здоровы. Спасибо.